Уважаемые коллеги, здравствуйте! Меня зовут Иванова Ирина, я руководитель проекта «Генеалогия». И сегодня я расскажу вам подробнее про наш тест на происхождение, который мы запустили в начале года в формате вот такого альбома. Начнем с того, что для того, чтобы провести данное исследование, необходимо сдать ротовой мазок участника на три стерильных зонда, которые будут храниться в бумажном конверте более полугода при комнатной температуре. А также необходимо заполнить анкету участника и подписать согласие с обратной стороны. Заключение состоит из трех разделов, которые помещаются на 50 листах. Сейчас я расскажу подробнее про каждый раздел. В первой главе заключения вы увидите детальные результаты. В первой главе будет изображена диаграмма, по центру которой расположена ваша гаплогруппа. Для того, чтобы узнать происхождение человека и его корни, необходимо знать его гаплогруппу. Для определения гаплогруппа мы исследуем ДНК человека на наличие определенных мутаций. Все люди, которые относятся к одной гаплогруппе, имеют схожие мутации, которые они получили от общего предка. А зная гаплогруппу, мы можем сказать место и время возникновения предков человека. Во второй главе заключения вы узнаете теоретическую информацию о исследовании. Там указано, что такое гаплогруппа, что такое подгруппа, как проходит анализ, как он поступает в лаборатории, как мы проводим исследования, кто такие метахондриальные Евы и Адам, и какие возможности у генетической генеалогии, на какие вопросы она ответит, а на какие нет. А также там мы узнаем, что мужчина может сделать тест по двум линиям, как по линии матери, так и по линии отца, потому что он имеет Y-хромосому и метахондриальную ДНК. Женщина же, в свою очередь, может сделать тест только по одной линии, по линии матери. Но это не значит, что она не может узнать свои корни по линии отца. Для этого придется привлечь родственника мужчину, и она сможет узнать свои корни по мужской линии. Также в заключении вы увидите карты. Одна карта будет показывать, где в настоящее время, в современном мире, чаще всего встречаются люди с такой же гаплогруппой, как у вас. На другой карте мы покажем место и время возникновения гаплогруппы, а также ее миграции и перемещения после возникновения. Также на одной из карт мы укажем, как возникла гаплогруппа, так как все знают, что мы выходцы из Африки. Гаплогруппы образовывались, начиная из Африки и поднимаясь выше. Вы узнаете, когда и пройдя какой путь, образовалась ваша гаплогруппа. В третьей главе заключения мы расскажем, что делает дальше человеку, который узнал свою гаплогруппу. Мы приведем множество источников с научно подтвержденными данными, где можно посмотреть больше информации о полученной гаплогруппе. Частые вопросы, которые мы получаем по тесту на происхождение. Один из них – могу ли я узнать свою национальность? Ответ на этот вопрос – нет, вы не можете узнать свою национальность по ДНК. Национальность не передается по крови, не передается по ДНК. Это политическая категория, и она никак не относится к генам. Мы рассматриваем происхождение человека в рамках 10, 20, 30 тысяч лет назад. Мы указываем место и время происхождения предков. А вы уже, отталкиваясь от того места, где произошли ваши предки, можете отнести себя к той или иной национальности. Также один из популярных вопросов, который нам задают – могу ли я узнать, что я еврей? Нет, вы не можете установить еврейство по ДНК, по тесту на происхождение. Продолжение следует...